Законопроект о молодежной политике в Российской Федерации сейчас обсуждается по всей стране. Речь в документе идет о повышении предельного возраста молодежи с 30 лет до 35. Детально рассматривают проект представители молодежных палат. В Хабаровске также изучают этот вопрос. Какие плюсы может принести новый закон, узнал Павел Игошин. Молодежью в Хабаровске и Крае считаются люди от 14 до 30 лет. Если новый закон примут, то этот диапазон увеличится до 35. Вместе с этим увеличится и поддержка от государства. Больше людей смогут получать гранты на благотворительную деятельность и полезные инициативы. Сейчас в нашем городе этим занимаются десятки некоммерческих организаций. Увеличив планку до 35 лет, мы увеличим количество грантополучателей и расширим возможности для молодых людей принимать участие в этой грантовой политике. Также этот закон будет важен для молодых семей. У нас в России более 500 тысяч молодых семей, которые смогут претендовать на разного рода поддержку уже до 35 лет. Сергей Крицик, председатель молодежной палаты Хабаровска, со своими товарищами намерены активно участвовать в обсуждении законопроекта осенью. Сразу после того, как депутаты Государственной Думы выйдут с каникул. Мы совместно с молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации, с которым у нас заключено соглашение о сотрудничестве, проведем так называемые публичные слушания. Мы соберем представителей молодежи, работающих, студентов. Проведем обсуждение этого законопроекта. Если будут какие-то предложенные изменения в рамках вот этого, назовем его обсуждения круглого стола, то мы их направим в молодежный парламент при Государственной Думе. Молодежная палата при Госдуме направит дельные инициативы депутатам. Сейчас идет сбор предложений от молодежи Краевого центра. Высказать свое мнение об улучшении условий жизни девушек и мужчин от 14 до 35 лет можно в социальных сетях Хабаровской молодежной палаты. Павел Игошин, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск. Помимо грантовой поддержки, если законопроект вступит в силу, молодежь Хабаровская и Края сможет также рассчитывать и на стипендии от мэра и губернатора, которые давно действуют и стимулируют юных и активных школьников и студентов. Это к вопросу о поддержке тех, кто помоложе и еще не решается участвовать в конкурсе грантов.